Добрый день. Историю расскажу сейчас. Большая компания, один из перспективных молодых вице-президентов компании, пользующийся особым доверием своего шефа, провалил сделку. Он, по собственной вине, допустив оплошность, потерял для фирмы, для компании 10 миллионов долларов. Полный провал. И вот он в страшном огорчении, в расстройстве, понимая, что он натворил, является перед опытным, мудрым, седовласым президентом и виниться перед ним. И говорит ему, я виноват, я натворил, я это совершил, я готов написать заявление по собственному желанию об уходе, вы можете меня с позором изгнать, ну и так далее. Тот долго слушал его, а потом говорит, знаешь, что, дорогой, я только что сейчас инвестировал в тебя, в твое обучение, в твою подготовку, 10 миллионов долларов, а ты мне говоришь, чтобы я тебя уволил. Я вложил в тебя такие деньги, а ты сбежать хочешь? Нет, дорогой, иди и работай. И ошарашенный, молодой вице-президент пошел работать дальше. Он получил большой урок. Он получил урок от своего мудрого шефа такой силой, такой мощи, такой ценности в 10 аж миллионов долларов. И я думаю, что в последующем он очень хорошо запомнил этот урок и больше таких огрехов не допускал. Это пример того, очень важный пример того, что каждый человек имеет право на ошибку. Мы все имеем право на ошибку. И цена может быть самая разная, но главное действовать. Если мы будем действовать, то все ошибки будут аннулированы, а не растворятся в позитивных результатах. Хотя без них обойтись нельзя. Но проблема вся в том, что главной ошибкой нашего брата, дистрибьютора, является то, что мы не допускаем ошибок. Кроме одной, мы не действуем. Мы сидим и ничего не делаем в оцепенении, в жалком состоянии. Ни на 3 рубля, ни на 10 рублей, ни на 15 долларов. Я уж не говорю про 200, про 500 долларов. мы никаких ошибок вообще не делаем. Потому что большинство сидит и ни хрена не делает вообще. Я вот вчера был в ресторане, вечером, поужинать пошел в 21 час 30 минут. Пустой совершенно ресторан итальянский. Ходят парни в фартуках, официанты, администратор. Вот я наблюдал за ними, пока они мне готовили еду. Они уже одурели от пребывания в этом ресторане сегодня. Они пришли, наверное, часам в 10, и вот 22.30, 21.30, и еще до 0 они как минимум будут здесь толочься. Целый день они подают, накрывают, убирают, считают, бегают, суетятся, им нельзя сесть, им нельзя... Ну вы поняли, что они на работе. И что они получают? Фигню. Если бы не чаевые, то вообще кошмар. Но работают они целый день. Вот парадокс. Мы же свободные люди, имеем свой собственный бизнес. Если бы мы с 10 и до 0, так же, как эти бедные официанты, или как множество других людей, работающих на дядю, если бы мы так же работали, я все время задаюсь этим вопросом, то что бы было? Что бы было? Что, неужели возле каждого из нас должен стоять начальник, контролер, охранник, с бичом и с угрозой, что тебя выгонят, уволят, оштрафуют? Что, неужели мы можем работать только из-под палки? Только под гнетом каких-то обстоятельств, за жалкую зарплату? Почему мы не хотим сами на себя работать с утра и до ночи? С утра и до ночи. Ведь это же не такая работа, как посуду мыть. Рассказывать в скайпе, например, о бизнесе людям, сидеть и общаться с людьми в социальных сетях и рассказывать людям. Выходить на улицу и рассказывать людям о нашем продукте и бизнесе. Вот она, главная ошибка. И я вам хочу сказать, что в истории, с которой я начал, за ошибку молодого вице-президента заплатил его шеф, а мы за свою ошибку платим своей собственной жизнью. Мы расплачиваемся своей кровью, потому что наша жизнь это кровь. Мы своей собственной кровью расплачиваемся, своими собственными часами, минутами, днями жизни, которая проведена в таком состоянии. Вот она, главная ошибка. Но мы же умные люди, мы способны делать выводы. Я надеюсь, тот вице-президент сделал выводы стопроцентно. Он теперь не допустит больше такой ошибки. И я думаю, нам надо тоже сделать вывод. С сегодняшнего дня давайте не будем делать такую ошибку. Сидеть в бездействии, в оцепенении и демонстрировать свое полное ничтожество. Только по одной единственной причине. Мы ничего не делаем. Мы не делаем свою работу. Мы не совершаем никаких ошибок, кроме одной. Мы ни хрена не делаем. Для большинства это очень актуально. Говоря эти словами, я обращаюсь в том числе и к самому себе. Я думаю, если бы я работал с утра до ночи, что бы было? Страшно представить. Страшно представить. Почему это происходит? Не знаю. Загадка природы. Удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok